СКРЫТОЕ ВИДЕНИЕ ВОЙНЫ И ДЬЯВОЛЬСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Матфея 8, 16 Человек сам по себе добр, полон творчества и достоин любви. Но то, что он может попасть в дьявольскую одержимость, всегда подтверждалось всеми религиями. Медицина, психология, наука, просвещение уже давно были вынуждены, сдавшись, признать, что самое необъяснимое под небом связано только с дьявольской одержимостью. Согласно Евангелиям, около третье служение Иисуса Христа состояло из изгнания бесов. Каковы типичные признаки дьявольски одержимых людей? С ними с первого момента любая разумная коммуникация становится абсолютно невозможной. Они не знают ни сострадания, ни милосердия, ни понимания, ни раскаяния. У них нет логики или правды. Одержимые люди зациклены исключительно на своих собственных стремлениях, желаниях, интересах, похотях, пристрастиях и так далее. Существует множество видов одержимости, от нечистоты до кровавых эксцессов, от злодеяний до смертоносного садизма, от педофилии до каннибализма, от клептомании до грабежа народов, от пресловутой страсти к ссорам до безжалостного вандализма, от самоутверждения до диктаторского навязывания мнений, от привычной лжи до профессионального мошенничества любого рода. Проблемы, которые они создают, бесчисленны. Например, как объяснить маленькому ребёнку, что его родители дьявольски одержимы? К сожалению, этот же вопрос должен быть задан и на международном уровне. Как объяснить это ничего не подозревающим народам, чьи правительства находятся под влиянием дьявольских одержимых сил или сами являются таковыми? Кто спешит усмотреть в этом религиозный экстремизм, ошибается. К сожалению, именно эта трагедия стала серьёзной проблемой для мирового сообщества. Однако то, что мы все, как маленькие дети, не хотим слышать, тем не менее должно быть чётко озвучено. Народы, обратите внимание на то, что дьявольски одержимые люди ведут гибридную, то есть скрытую войну против всего человечества. Они, движимые сатанинским безумием, хотят подчинить себе весь мир и править им. Мы больше не должны думать, что если нет бомб, то нет и войны. В течение многих лет безумные элиты продвигали эту новую форму ведения войны. Её можно смело назвать Третьей мировой войной гибридными, то есть разными, но самое главное, скрытыми методами. Их цель — новый мировой порядок под их полным контролем. Их гибридная война наносит больший ущерб на всех уровнях и уносит больше жизней, чем любая предыдущая война с применением обычного оружия, то есть бомб и так далее. Хорошая новость заключается в том, что точно так же, как всегда уже существовал способ избавиться от влияния дьявольских сил, он существует и теперь на более высоком уровне. Одерживать победу над демоническими существами — это было постоянно занятием Иисуса. Таким образом, существует возможность избавиться от насилия со стороны существующей элиты. Но более подробно поговорим об этом в конце. Пункт первый. Демография. В гибридной войне, как и в любой другой, психологическое разрушение целевого объекта является первостепенной задачей. В демографическом плане его уничтожение заранее инициируется психосоциальными мерами. Например, борьбой с традиционными ролевыми моделями, ослаблением устоев брака, многочисленными формами контрацепции, пропагандой абортов вплоть до послеродового периода и многими другими способами. Этими методами социальный упадок достигается быстрее и эффективнее, чем бомбардировкой. Миллионы потенциальных врагов даже не рождаются. Пункт второй. Национальное государство. Ради своего нового мирового порядка разжигатели гибридной войны сознательно добиваются разрушения всех существующих национальных государств. В очередной раз потоки беженцев используются как миграционное оружие. Это хорошо известный и проверенный инструмент военных и геополитических стратегов. Причины волн неграции кроются в сознательно ведущихся войнах, конфликтах и революциях. Левые политики постоянно создают новые стимулы для беженцев. Таким образом, наши социальные системы подвергаются гибридной бомбардировке с целью дестабилизации всех национальных государств и замены их на единую социалистическую систему общества. Пункт третий. Технологии. Ведущие мировые ученые разработали технологии для этих разжигателей, с помощью которых они могут контролировать все человечество по своему усмотрению, делать его больным и даже убивать его. Атомные бомбы, смертельные вирусы, как биологическое оружие, генетические технологии, устройство наблюдения на каждом углу и в космосе и многое другое являются частью их стандартного снаряжения. Пункт четвертый. Здоровье. Гибридная война также направлена на здоровье. Почти все изначально естественные методы лечения уже давно заменены на химическое лечение лекарственными средствами. Должны ли все страны все больше контролироваться, терпеть ограничения по чьему-то усмотрению, облагаться навязанными запретами, разграбляться и систематически разрушаться под удушающим контролем фармацевтической промышленности? Пришло время тщательно изучить всю эту деятельность и выяснить, не стоит ли за предписанными мерами по охране здоровья дьявольская одержимость разжигателей гибридной войны? В конце концов, фармацевтическая промышленность ежедневно зарабатывает миллиарды на наших заболеваниях. И хотя их продукция уже давно разоблачена как основная причина, почти всех наших болезней, их коррумпированное сплетение по всевозможными властными структурами оказывается настолько дьявольски непоколебимым, что никаких изменений до сих пор не произошло. Пункт 5. Обнищание и порабощение Тактика гибридной войны преднамеренно направлена на разрушение экономики во всем мире с целью грабежа, обнищания и порабощения всех народов. Я приведу только два таких хода среди тысяч похожих. Уже более ста лет высокие финансовые элиты, то есть ФРС, получившие право фальсифицировать деньги, ежедневно сгребают миллиарды долларов прибыли без какого-либо материального вложения со своей стороны. С помощью все более дьявольских уловок с деривативами, то есть финансовых ставок и фокусом на фондовом рынке, коррумпированные денежные элиты безжалостно грабят все народы, умышленно погружая их в разорение и обнищание в полное порабощение. Может быть, бурлящая сейчас пандемия коронавируса целенаправленно служит сокрытию глобального финансового коллапса, возникшего в результате их преступных финансовых операций? Таким образом, они полный экономический коллапс могут свалить на коронавирус. Пункт 6. Масс-медиа На протяжении десятилетий СМИ, управляемые темными силами, лгут мировому сообществу, так что вскоре каждый второй человек соглашается с тем, что пресса похожа на лживую шлюху. Как же это может быть, что при всем этом ничего не меняется? Заметны ли здесь настолько сильные связи с дьявольскими теневыми силами, что ни одно независимое правительство в мире не осмеливается восстать против них? Пункт 7. Образование Еще одна гибридная атака нацелена на наше образование. Является ли целью тотальный крах наших систем образования? Например, через неконтролируемую миграцию, через все более растущую роль искусственного интеллекта на пути к цифровизации. Сверх того, уполномоченные по образованию во всем мире насильно принуждают наших детей к дьявольской ранней сексуализации, к гендерному безумию и многому другому. Если в один прекрасный день какая-нибудь верховная власть выдернет штекер мировой сети, не оглупеют ли в одночасье все народы? Таким образом, стремительно растет разрушение образования. В будущем ожидается нехватка надежных работников. Является ли тотальный коллапс инфраструктуры и экономики запрограммированным? ООН и ее подневольные политики, по крайней мере, уже сейчас проталкивают всевозможные саботажные меры и законы. Пункт 8. Экономика Вся наша экономика также находится под перекрестным огнем этой новой скрытой войны. Не нацелились ли саботажники на все наше производство и потребление под видом защиты окружающей среды и сокращение выбросов СО2? По крайней мере, происходящая климатическая истерика была запланирована уже давно посредством таких групп, как Fridays for Future или Extinction Rebellion. Еще в 2016 году за зеленым столом был опубликован стратегический документ, как привести общество в режим чрезвычайного положения. Мобилизация климата Американская группа, стоящая за этим стратегическим документом, способствует тотальной мобилизации общества на борьбу с якобы антропогенным изменением климата. Через них США снова диктует модель. Все общество должно пожертвовать своими индивидуальными потребностями ради великой цели нового мирового порядка под предлогом сохранения климата. Пункт 9. Энергоснабжение Наше энергоснабжение также находится под прицелом разжигателя гибридных войн. Германия и Западная Европа в настоящее время теряют свой энергетический суверенитет в результате сворачивания ядерной и угольной энергетики. Растущая доля возобновляемой, но неэффективной энергетики приводит к полной зависимости от импорта энергоносителей. Пункт 10. Продукты питания Скрытая война не останавливается даже перед обеспечением нас продовольствием. Сельскохозяйственное производство все больше ограничивается нормами и требованиями. В результате фермеры разоряются и снижается производство продуктов питания. Кроме этого, можно перечислить еще многое. Гибридная война против развития нашего транспорта и инфраструктуры, против природы и погоды, против любой политики правой ориентации, против любой религии, кроме сатанизма. Нападение на наше здоровье через повсеместное расширение мобильной связи, которое будет резко усилено посредством 5G и будет иметь фатальные последствия для животного и растительного мира и так далее и тому подобного. Относительно всех целей нападения можно в общем сказать, что систематически выполняются рекомендации Сунь Цзи. Сунь Цзи был китайским военным стратегом древности, который написал еще около 500 лет до Христа. Величайшее искусство сломит сопротивление противника без боя. Разлагайте все хорошее во вражеской стране. Вовлекайте представителей правящих классов в криминальные предприятия. Распространяйте разобщенность и раздоры между гражданами вражеской страны. Настраивайте молодых против старых. Уничтожайте всеми средствами, снаряжение, припасы и порядок вражеских сил. Обесценивайте старые традиции и богов. В заключение рассмотрим еще вопрос, как освободить народы от удушающей хватки одержимых агрессоров. Секрет успешного экзорциста, то есть изгоняющего дьявола, лежит, как известно, в его твердой, то есть непоколебимой воле. Если он направляет ее специально против засевших демонов и приказывает им выйти из одержимых, то он создает духовный пожар, и демоны в панике убегают. Точно так же произойдет, как только народы, терзаемые гибридной войной, увидят всю эту дьявольскую игру и благодаря силе своей объединенной воли положат конец всем дьявольским делам и таким образом всем властям. Синергическая решимость народов обовьет дьявола той стальной цепью, о которой уже две тысячи лет назад было пророчески сказано. Откровение 20 следующим образом обрисовывает свержение власти корня всех зол. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы. Стихи с первого по третьей. Угнетенному же человечеству не следует пассивно ждать, пока какой-нибудь ангел сойдет с небес и сделает за него эту работу. Под этой цепью в конечном счете подразумеваются сами пробужденные народы. Ангел, буквально посланник, только символизирует нашу эпоху преодоления неукротимого. Любящие правду народы сами должны стать той непреодолимой цепью, то есть всесторонним единством против гибридных злодеев, они будут становиться этой цепью всякий раз, когда будут полностью просвещены о гибридной трагедии. Все чаще и чаще они уже выступают против этих злых дел и сил в единой стальной воле. И таким образом они неизбежно лишают поджигателей всякой спонсируемой дьяволом энергии, всякого дарованного им мужества, всякой сатанинской фантазии и силы визуализации. Таким образом, ранее непобедимое неумолимо погружаются в душевный шок, в одночасье погружаются в страх и ужас, в уныние и бессилие. Объединенная воля народов и их синдергический призыв добра должен и может положить конец всему вышеназванному наваждению. Распространяйте эти знания везде, где только сможете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова